This conference will now be recorded. 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 My next conference will now be posted. Let's say so. We have 청εια to find the context. Theç of the project will then be recorded. This conference will now be recorded. If your發 at the time of the project is recorded. We have recorded the clock. Сами реальные даты в документе. В обязательном порядке, допустим, я одним днем уволю по соглашению сторон. В обязательном порядке, извините, пожалуйста, указываем основание увольнения. Основание увольнения. Вот здесь можно, опять же, либо выбрать, либо воспользоваться условием поиска. Тут же вот где у нас с вами основание увольнения, обратите внимание, не знаю, заглядывали вы или нет, потому что далеко не все это делают. Обычно как выбрали, там пункт первой части и так далее. Ну и, собственно, у нас это пойдет в тот же приказ по увольнению. Но теперь в программе предусмотрена возможность немножечко подкорректировать сие творчество под свои нужды. То есть сейчас, видите, она мне написала пункт первый, да, вот по соглашению сторон. Я увольняю человек. Но если вы, указав основание увольнения, еще в конце поля нажмете на кнопочку открыть, вот два квадратика, то здесь видите, что можно сделать? Можно поставить флажочек, нестандартное наименование текст и, соответственно, прям вот что-нибудь такое. Я не буду изысками заниматься, напишу любое бракадабру. Вот и это сохранить. Соответственно, если мы с вами это сделали, то уже печатная форма приказа, как видите, будет выглядеть несколько иначе. Единственное, конечно, если это у вас возникла необходимость разовы, не забудьте потом, собственно говоря, убрать лишнее. В противном случае программа всегда будет, поскольку это сохраняется, всегда будет писать нестандартное название для увольнения. Мы определяемся с периодами, что делает дальше программа. Она делает автоматический расчет. Вот в моем случае это четко видно, например, почему. Смотрите, у меня в этой базе уже проведен документ по начислению зарплаты. Программа проверила базу, выяснила, что нужно сделать с человека удержания. И тут же предлагает это сделать. Ну, собственно, я сейчас отменю проведение апрельского документа, чтобы он нам не мешал. Я вот просто показала, что программа проверяет базу. И дальше мы с вами живем долго и счастливо по этому поводу. И давайте-ка я сделаю перерасчет. Просто пускай уж она ведет себя адекватным образом. Ну, вот в данном конкретном случае, смотрите, Горбункову положена компенсация за неиспользованный отпуск. Расчет идет автоматически. Расчет идет автоматически. Соответственно, если человек перегулял, то есть он еще свой отпуск не отработал, то программа точно так же будет говорить, что надо удержать. Удержать, удержать за неотработанный отпуск. То есть вот эта часть, она у нас с вами автоматизирована. Программа нам сделала начисление. В моем случае, как видите, это вот она идет оплата по окладу и есть компенсация отпуска. Ну, и, собственно, что еще на всякий случай уточню, поскольку основание, что документ это соглашение сторон, к примеру, либо заявление сотрудника, если увольнение идет по инициативе работника, то здесь это все вписывается кадрами вручную, а у нас все-таки вопрос расчета, поскольку речь идет о расчете зарплаты. Но на всякий случай хочу напомнить, что справки при увольнении здесь же может быть форма СТДР, но она у нас будет появляться, допомним, это по электронным трудовым книжкам, она будет появляться только в одном случае, если по этому человеку в базе, если по этому человеку в базе было зарегистрировано введение именно электронной трудовой книжки. Именно заявление о введении электронной трудовой книжки. То есть, если я, скажем, на 1 января по господину, там кто у меня, так, сейчас, извините, а то я в них путаюсь, Горбунков, да, если у меня по господину Горбункову будет зарегистрировано заявление вот это, то тогда еще при увольнении я здесь буду уедеть форму СТДР. Но нам интереснее все-таки, наверное, поговорить о других ситуациях, которые могут быть в этой жизни. Ну, я думаю, с увольнением по соглашению сторон или с вариантом увольнения по инициативе работника так или иначе сталкиваются абсолютно все. Но ведь у нас может быть ситуация, когда сотрудник увольняется в связи с призывом на военную службу. Как тогда мы будем регистрировать увольнение? Ну, вот, к примеру, чисто гипотетически, все-таки я этого Горбункова буду увольнять в связи с призывом на военную службу. Ну, конечно же, тогда основание увольнения у меня будет, понятное дело, абсолютно другое. Это у меня пункт первой части, первой статьи 83, призыв работника на военную службу. Это раз. Во-вторых, вообще-то ему в этом случае положено пособие. Да. Если у нас сотрудник увольняется в связи с призывом на военную службу, то в соответствии с текущим законодательством, а ТК РФ у нас пока никто не отменял, ему положено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Значит, что мы тогда с вами делаем? Нам надо ему выплатить пособие, да, если вот Горбунков, например, у меня там работает 40-часовую рабочую неделю, соответственно, это получается, я ему должна выплатить за 10 дней. Но просьба, обратите внимание, у меня сейчас здесь стоят часы. Вот ведь какая незадача. В частности, давайте будем разбираться, что, зачем и почему. Вот за один час, за два часа и так далее. Да, весело, а как вы думали. Теперь давайте я поменяю сотрудника, допустим, у меня есть там такой Иванов Петр Петрович. И обратите внимание, уже выходное пособие программа предполагает исчислять в днях. Почему все-таки такая логика, и это один С, и здесь нам с вами об этом нужно знать. Давайте я вам покажу. В частности, господин Горбунков у меня работает менеджером в торговом зале. Я тут развлекалась вообще как могла, как-то готовила базу, но это тоже важно. Значит, смотрите, вот он был принят на работу, был принят на работу. Вот у него графичек работы, видите, и он у меня работает сменным графиком. Если я вам сейчас покажу данные по Иванову, по Иванову, то здесь как раз все четко и красиво. Вот у него-то как раз пресловутая 40-часовая рабочая неделя. Вот, видите, график пятидневка. То есть программа, в зависимости от того, что мы указали сотруднику в кадровом документе, она уже будет, уже будет соответствующим образом реагировать в документе увольнения. Ну и у меня все-таки есть рояль в кустах. Я буду по призыву увольнять Лихачева. Он у меня в учебной базе такой самый-самый маленький, самый молоденький. То есть ему еще есть куда стремиться. Итак, возвращаясь к нашей постановке вопроса. Выходное пособие, дни либо часы, будет программа определять в зависимости от того, какой мы указали, в частности график, человеку при приеме на работу. Я сказала 40-часовая рабочая неделя. Вот у меня так Лихачев работает. Количество дней, соответственно, я указываю 10. Количество дней указываю 10. Ну и, собственно, мы можем с вами сразу же увидеть реакцию программы. То есть она посчитала ему, смотрите, компенсацию отпуска. Она ему посчитала выходное пособие и посчитала прочий заработок. Но хотелось бы посмотреть поподробнее. Значит, что здесь для нас важно. Для выходного пособия, видите, вот она рассчитала сумму для выходного пособия. И можно, соответственно, всегда вот по кнопочке с карандашиком провалиться, посмотреть на расчет. На расчет. Вот он. Видите? Есть такое дело. Период стандартный. Но так же, как и в других документах, всегда можно период поменять руками. Период поменять руками. Далее. Что еще у нас с вами здесь интересного? Как вообще вот посмотреть-то мы еще можем? Компенсацию отпуска она высчитала, видите, у меня Лихачев в этой базе вообще в отпуск не ходил, не знамо сколько. Но гораздо интереснее для нас закладочка начисления и удержания. Мы видим, что она ему сделала начисление по окладу за указанный период. Вот она указала компенсацию при увольнении и она начислила компенсацию отпуска. Начислила компенсацию отпуска. Можно вот через вот эту кнопку показать подробности расчета, развернуть, посмотреть поподробнее. Почему поподробнее? Потому что вот здесь вот может вводить заблуждение. Видите, период она показывает якобы с 14 по 14, да? Но если мы с вами развернем, посмотрим подробности расчета, то здесь уже как раз вот четко видно, что оплачено в нашем случае непосредственно 10 дней. Вот они. Вот они любимые. Вот они родимые. То есть вот оно, наше выходное пособие. И еще что мы с вами можем посмотреть. Ну, абсолютно стандартно программа нам рассчитывает налоги. То есть вот он исчислен НДФЛ. Вот они, смотрите, посчитаны страховые взносы. Здесь у нее все замечательно и здорово. Соответственно, кадры на закладке дополнительно еще укажут, что это там повестка там и так далее, и так далее. Вот. И мы, мы, соответственно, можем еще поподробнее посмотреть по нашим печатным формам. То есть, в частности, вот есть записка расчет при увольнении, незабвенная форма Т-61. Вот она, смотрите. По март включительно, да, у нас с вами программа взяла период для расчета отпуска. Вот. Далее, далее, опять же, расчет среднего заработка у нас имеет место быть. Расчет среднего заработка. Здесь мы видим, что были и премии учтены и так далее. Но, обратите внимание, есть отдельный расчет среднего заработка для выходного пособия. Вот четко видно расчетный период, видите, с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года. Вот оно имеет место быть. Ну, и, конечно, можно посмотреть, в частности, внутреннюю форму 1С. Я имею в виду подробный расчет начислений. Вот у нас с вами наше выходное пособие. Тоже, видите, период всегда показывает одним днем. Но, имеется в виду начисление, да, одним днем. Но оплачено при этом как раз четко красиво 10 дней. И, опять же, вот по ходу, не знаю, заглядывали вы или нет, но тоже, мне кажется, сделали достаточно удобно. Мы теперь с вами, когда увольняем сотрудника, в общем-то, документ мы вот зарегистрировали с вами, все заполнили, проверили, естественно. А дальше в части печатных форм есть по кнопке печать команда комплект документов при увольнении. Сейчас, раз уж мы делаем, заодно покажу. Вот, смотрите, можно сразу вывести на печать все необходимые документы. Ну, тоже, я думаю, вы со мной согласитесь, это удобно. То есть, если у нас с вами сотрудник увольняется в связи с поступлением на военную службу, с призывом, то мы помним, что по законодательству положено выходное пособие за 10 рабочих дней, то бишь за 2 недели там, и мы количество дней просто указываем ручечками. Все остальное программа рассчитывает автоматически, за что ей огромное спасибо. Всегда приятно, когда что-то делается автоматом. Ну, и выплата стандартна, здесь никакой экзотики. То есть, это можно сделать выплату прямо через документ увольнения. Либо, тут как вы предпочитаете, можно, соответственно, что пойти в раздел выплаты, ведомость банка и сделать увольнение просто отдельной ведомостью. Суть от этого не меняется. Теперь давайте немножечко поменяем постановку вопроса, поскольку, ну, вот я говорю с призывником, тут вот не забыть про выходное пособие. А ведь у нас с вами в жизни еще есть достаточно такой неприятный момент, когда речь идет об увольнении в связи с сокращением штата. Вот ведь какая незадача. Давайте теперь я буду кого-нибудь увольнять в связи с сокращением штата. Сейчас всю организацию уволим. Увольнять я буду ни много ни мало генерального директора фирмы. Здесь мои корыстные цели, ну, просто чтобы хотя бы это в контексте выглядело как-то так нормально и хорошо. Ой, извините, увлеклась, я открыла прием на работу. Значит, месяц у меня опять же будет апрель. Сотрудник Иванов, он в моей учебной базе является как раз генеральным директором. Вот. А вот это вот, я думаю, будет примерчик. Вот видите, генеральный директор. Пример будет как раз по интереснике. Давайте, ну, я не знаю, уволю я его, например, 21 числом. Нам сейчас, в общем-то, вот эти вот все кадровые вещи, может быть, не очень актуальны. Не очень актуальны, а нам важно другое. Значит, когда речь идет об увольнении в связи с сокращением штата. То в соответствии с то ли коллективным договором, да, то ли в соответствии с нормативными актами организации, да, и помню, что у нас есть ТК РФ, у нас должно выплачиваться выходное пособие. И, ну, вариант, что сотрудник, например, там нарушал дисциплину, там, либо там что-либо еще не рассматривается, нас сейчас интересует выходное пособие. Но категория часто используемого варианта, это что? Выходное пособие за три месяца. Но ведь когда речь идет об условиях в конкретной организации, то, опять же, это может быть закреплено либо в коллективном договоре, либо в трудовом договоре, когда будет выплачиваться повышенный размер выходного пособия. Повышенный размер выходного пособия. Вот и давайте-ка мы сейчас с нашим директором поступим вот таким вот образом. Мы ему, вот я его уволю, я его уволю, но, соответственно, выходной пособие у него будет не трехкратное, а четырехкратное. А вообще по условиям полдоговора это может быть и шестикратное, да, то здесь уже, конечно, варианты имеют место быть. Единственное, я, с вашего позволения, уж так все детально высчитывать не буду. Не буду, хорошо? Значит, основание увольнения, соответственно, у меня будет пункт второй в части первой. Статья 81, сокращение численности или штата работников. И ему тогда положено выходное пособие за три месяца, а, скажем, по условиям коллективного договора, даже не за три, а за четыре. Значит, что мы тогда с вами делаем? Здесь есть два момента. В первую очередь мы, конечно же, высчитываем за такое количество рабочих дней, за какое количество рабочих дней ему будет положено вот это вот выходное пособие. Значит, если я его увольняю в апреле, да, то это май, июнь, июль. Ну, я вот, как я уже сказала, детально высчитывать не буду. Я просто, с вашего позволения, воспользуюсь производственным календарем. Ну, значит, мы берем с вами, смотрите, в мае 17, 17 рабочих дней, 21, и, соответственно, бру, простите, все, меня немножечко склинило. Значит, в мае 14, в июне 20, это у нас получается 34 и плюс 22. Так, это 56. Значит, я ему буду выплачивать за 56 рабочих дней. И четвертый месяц, это у меня получается август, там 21 день. Значит, сначала мы регистрируем с вами выходное пособие в трехкратном размере, то есть вооружаемся производственным календарем, включаем математические способности, календарь, а не так, как я сейчас, калькулятор, простите, а не так, как сейчас я на вскидку. И указываем количество дней, это у нас пособие за три месяца. Ну, вот я насчитала 56 дней. Теперь делаем расчет. Делаем расчет. Опять же, обратите внимание, вот она посчитала средний заработок для выходного пособия. Вот он. То есть мы можем всегда посмотреть из документа. Из документа. Но вот в моем случае, март видно четко, да, что он уже вошел в расчет. Вошел в расчет. Вот далее, опять та же постановка вопроса, то есть вот она, компенсация отпуска. Вот она у нас с вами. Мы можем посмотреть закладочку начисления удержания. Здесь, смотрите, она посчитала оплату по окладу, она посчитала выходное пособие, и она посчитала нам с вами, что компенсацию в отпуске, поскольку он в отпуск не ходил. Точно так же программой был исчислен НДФЛ, посчитаны страховые взносы. То есть вот эта часть, она так весьма и весьма симпатично выглядит. Но здесь, я думаю, спора нет. И опять же, опять же, посмотреть это подробно можно как-либо на закладке начисления удержания. Вот то, что я вам перед этим показывала. Компенсация, вот она, за 56 дней. То есть вот через вот эту кнопку показать подробности расчета. Либо можем с вами по кнопке печать посмотреть расчет среднего заработка для выходного пособия. Проверить, что нам с вами там программа наваяла. Вот оно. Кстати, в этом плане вот достаточно комфортно внутренняя форма 1С. Внутренняя форма 1С. Я имею в виду подробный расчет начислений. Вот, смотрите, у нас с вами здесь и заработок. Вот отдельно наш расчет при увольнении. То есть вот они, обе две компенсации. Мы четко здесь сразу видим и количество дней. Да, и вот он расчет по оплате труда. То есть вот эта часть, она, я думаю, вы со мной согласитесь. Она, в общем-то, ненамного отличается от того, что мы обсуждали буквально несколько минут назад. Я имею в виду увольнение в связи с призывом в армию, когда указали выходное пособие. И, соответственно, программа сделала расчет. Но, как я уже сказала, я хочу немножко усложнить постановку вопроса. И буду я платить Иванову повышенное выходное пособие. Вот буду и все тут. Значит, тогда, тогда мне придется добавить в программе новое начисление. Но деваться мне здесь некуда. Выплату-то ему сделать надо. Значит, я отправляюсь в раздел настройка, команда начисления. Ну и, собственно говоря, создать. Компенсация при увольнении. При увольнении. Еще хорошо бы уточнить, что это превышает. Превышающее трехкратный размер. Чтобы потом просто путаницы у нас с вами не возникало в этой жизни. Когда добавляем свое начисление, то, конечно же, конечно же, желательно название писать, во-первых, без грамматических ошибок. И, во-вторых, писать подробно, чтобы потом мы же выбираем с вами по наименованию. Далее, код, ну, он может быть абсолютно любым. И начинаем аккуратненько, аккуратненько заполнять все закладки. Значит, назначение начисления. Смотрите, это у нас с вами компенсационные выплаты. Это компенсационные выплаты. Выполняется по отдельному документу. Ну и, соответственно, что делает? Вводится фиксированной суммой. Вот когда мы выбираем, да, выполняется по отдельному документу начисление, то в нижней части сразу можно увидеть, какой это будет вид документа в программе. Это будет разовое начисление, документ разовое начисление. Далее, учет времени, закладка. Здесь мы с вами что проверяем, что проверяем? Вид стажа ПФР, да, что это не включается в страховой стаж. И вид времени, это же, по сути, у нас с вами что выходное по особе, да, а вид времени, то есть это, в частности, как это будет отражаться в том же табеле. Здесь у нас с вами ничегошеньки нет. Далее проверяем. Закладочка зависимости. Закладочка зависимости. Здесь у нас с вами что имеет место быть? Компенсация идет свыше трехкратного размера, поэтому, в общем-то, надо не забыть проверить удержание. Компенсация, как видите, это особая часть нашей жизни, поэтому программа, программа, обратите внимание, что вот тоже очень характерно даже не предлагает выбрать нам с вами что? Удержание по исполнительному листу. То есть, в частности, если я сейчас поменяю, скажу, что это у меня там, к примеру, компенсация отпуска, я сейчас верну буквально через секунду, просто чтобы показать. Видите, вот оно удержание по исполнительному листу. Прямо сразу же, сразу же. И если я говорю, что это у меня компенсационная выплата, а это и есть компенсационная выплата, то на закладочке зависимости, зависимых удержаний у меня никакого исполнительного листа, в принципе, нет, как у вас. То есть, следующее, что мы с вами делаем, то есть, это проверяем каждую закладочку отдельно, приоритетов не будет. Напоминаю, ну, если упростить, в старой программе было такое, я имею в виду в редакции 2.5 было такое понятие, как вытесняющее начисление, то есть или компенсация, или что-то еще. Нет, у нас их с вами тоже здесь не будет. Закладка средний заработок. Значит, у нас, именно потому, что мы указали компенсационные выплаты, программа определяет, что это не включается в расчет среднего заработка. То есть, закладочку средний заработок программа определила именно потому, что я на значение начисления поставила компенсационные выплаты. Ну и, наконец, последняя закладочка. Это наш с вами головная боль. Налоги, взносы, бог, учет. Значит, что здесь важно вам? Во-первых, код дохода. Вы помните, у нас с недавних пор есть отдельно код дохода. Это код 2014, сумма выплат в виде выходного пособия среднемесячного заработка. Вот она, 2014, превышающий трехкратный размер. Во-вторых, категория дохода. Это у нас с вами прочие доходы от трудовой деятельности. В-третьих, поскольку превышает трехкратный размер наше выходное пособие, соответственно, это уже будет облагаться страховыми взносами. И это будет учитываться в расходах на оплату труда в целях налога на прибыль. Это под пункт 9 статьи 255 НКРФ. Начисление работникам в освобождаемом в связи с реорганизацией, ликвидацией или сокращением штат. Ну и, соответственно, еще вот здесь момент спорный, но просьба обратить внимание. По умолчанию 1С для исполнительного производства ставит пункт 2 вид дохода, второй доходы, на который не может быть обращено взыскание. Но пункт спорный, то есть, в общем-то, здесь вполне вероятно, что это все-таки, чтобы к нам не придирались, это зарплата и иные доходы с ограничением взыскания. То есть у программы реакция, почему она ставит? Потому что компенсационные выплаты, да, они у нас с вами, как правило, не подлежат взысканию. Но здесь, видите, момент спорный, момент скользкий. Именно в каком аспекте это уже выплата, выплата в размере, превышающем трехкратный. Да, то здесь, здесь, конечно же, могут быть варианты. Так, значится, что мы с вами делаем далее. Ну вот, начисление я новое добавила. Я его записываю, закрываю. И теперь моя задача Иванову не только, не только выплатить, в частности, вот эту компенсацию трехкратную на основании документа увольнения, но и еще дополнительно, да, вот то, что я уже, собственно, вот сейчас я сразу сделаю заодно, но мне ему еще надо сделать выплату за один месяц дополнительно, за четвертый месяц. Вот когда я показывала, как добавить начисление, я сказала, обратите, пожалуйста, внимание, что в программе в начислении сразу видно, да, каким документом надо будет его потом регистрировать. То есть в моем случае это документ разовое начисление. Разовое начисление. А значит, я отправляюсь в раздел зарплата. И вот, посмотрите, внизу есть разовое начисление. И создаю разовое начисление за апрель. Начисление. Моя вот эта компенсация при увольнении. Дата. Так, сейчас, извините, пожалуйста, я сейчас подгляжу, каким числом я его там в итоге увольняю. А, 21 апреля. Значит, давайте, тоже будет у нас 21 апреля. 21 апреля. Далее, далее. Указываем с вами период. Дата начала, дата окончания. Что касается вот поля счет субконта, счет субконта, то здесь я оставлю стандартный вариант, то есть никаких изысков абсолютно. Значит, в поле дата начала, дата окончания указываются даты расчетного месяца. Ну, вот я его там, давайте поставлю, я его там с 21 апреля, да, по 30 апреля. Соответственно, в дальнейшем, значит, как я это буду учитывать, вот шапочки, да, по умолчанию предлагаются расчеты по оплате труда, то есть это значит, что у меня будет кредитоваться 70-й счет. Если я хочу отнести на 73-й, на 73-й, то надо поставить прочие расчеты с персоналом. То есть вот она, наша с вами часть. Это, напоминаю, в бухгалтерской проводке кредит. Ну, и, соответственно, добавляется строчка, в моем случае это Иванов. Ну, и результат, я, с вашего позволения, опять же сделаю вид, что я его посчитала, пускай это будет 100 тысяч. В жизни, естественно, надо будет посчитать. То есть в августе, там, да, за четвертый месяц, ему за 21 день, и надо будет тогда рассчитать сумму. Сумму мы с вами вводим вручную. Так, значит, что здесь еще важненького? Выплата. Вот по умолчанию программа предлагает выплату делать вместе с зарплатой. Ну, в моем примере это уже все-таки будет межрасчет, межрасчет. И, к примеру, та же дата, 21 апреля. Дата 21 апреля. С зарплатой он у меня ждать ничегошеньки не будет. Ну, и что еще здесь у нас с вами такого вот любопытного, да, ну, то есть дальше делается выплата здесь без комментариев. Сейчас, секундочку, просто хотелось бы доделать, показать еще одну вещь. Вот, смотрите, я ему сейчас сделала выплату, значит, что получается? Первое, это сам документ увольнения мне по Иванову сделал расчет. Ну, вот компенсация в моем случае, выходное пособие, но меня сейчас волнует какая вещь. Вот, когда мы увольняем, программа в том числе рассчитывает на НДФЛ и рассчитывает страховые. Но ведь компенсация сверх трехкратного размера, она облагается страховыми взносами. А документ, который я вам только что показывала, я имею в виду разовое начисление, здесь как-то что-то про страховые не особо видно. НДФЛ, да, я вижу. А у нас с вами компенсация облагается, да, не только НДФЛ, но еще и облагается со страховыми взносами. А страховые взносы, помните, основной документ, который у нас считают страховые, это документ по начислению зарплаты. А давайте-ка я апрельский документ просто перезаполню. Перезаполню. И мы посмотрим, что у нас с вами получилось. То есть перезаполняю апрельский документ. Первое, на что нам с вами надо обратить внимание, давайте я их прям вот даже отсортирую сейчас по возрастанию, чтобы нам было удобнее. На закладочке начисления обратите внимание, Иванов отсутствует как класс. То есть программа прекрасно поняла, что я его уволила. Далее проверяем закладочку удержания. Он у меня там вообще-то алименчиком был. Проверяем НДФЛ. Иванова нету. Сейчас, секунду. Нету. Но нам бы еще заглянуть на закладочку взносы. Вот наш с вами Иванов с страховыми. То бишь, если так вот подытожить. Получается, у нас с вами ситуация выглядит следующим образом. Если по условиям коллективного договора, да, там то ли трудового, то ли там подоб соглашению, сотруднику при увольнении выходное пособие превосходит трехкратный размер. Что мы с вами делаем? Мы регистрируем документ увольнения и в документе, в документе указываем выходное пособие, количество дней за трехкратный размер, да? То есть посчитаем с вами и укажем. Программа сделает соответствующий расчет. Она сделает соответствующий расчет. Все нам покажет, расскажет. Далее, поскольку превышение трехкратного размера выходного пособия в программе не автоматизировано, мы с вами должны добавить новое начисление. Новое начисление. Ну вот, собственно, что сейчас я и делала. Мы добавляем новое начисление. Компенсация при увольнении. Не забывая о том, что компенсация при увольнении, превышающая трехкратный размер, будет облагаться налогами. И будет учитываться в расходах на оплату труда. И саму компенсацию мы начисляем сотруднику документом разовое начисление. И здесь программа на максимум, что может сделать, это она высчитывает НДФЛ. Ну вот я сумму предложила такую ровненькую, просто сразу хорошо видно. И делается выплата. Но тут мы должны с вами вспомнить, что компенсация облагается в том числе страховыми взносами. А вот что касается расчета страховых, сумма, превышающая трехкратный размер, то это будет делать документ по начислению зарплаты. То есть разовое начисление документ этого не сделает. А вот документ по начислению зарплаты, он нам еще и дополнительно посчитает страховые взносы, посчитает страховые взносы с суммой, превосходящей трехкратный размер. То есть вот смотрите, я открыла карточку, да, вот у меня четко совершенно показана, вот она сумма, которая не подлежит налогообложению, да, это вот тот самый трехкратный размер, а все остальное программа учла как положено. То есть вот таким вот образом можно в программе, можно в программе отразить увольнение сотрудника по сокращению штата при условии, если выходное пособие превышает трехкратный размер. Ну вот, собственно, я как раз именно эту часть и хотела рассказать поподробнее и показать. Ну вот как раз на слайдах в качестве примера, то, что я вам показывала сейчас на живой базе. Вот, запись вебинара, как я уже упоминала, будет на нашем канале на YouTube. Ну и, в общем-то, если вам интересно и нужно, то приходите к нам, мы будем рады вас видеть. Как раз, как раз, как я уже сказала, вот у нас есть целая линейка курсов по расчету зарплаты, и, может быть, что-то вам будет интересно, важно и нужно.